Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. В видео Спросите у Татьяны, где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. И сегодня у нас два слова. Это слово долг и слово обязанность. Долг и обязанность. Какая разница? Потому что в английском, во французском, в других языках иногда это одно слово, но в русском два. Долг и обязанность. Какая разница? Оба слова значат, что мы должны что-то сделать. Мы должны это сделать. Это мой долг, это моя обязанность. Но какая разница? Хорошо. Долг обычно это что-то моральное и патриотическое. Что-то, что наша мораль нам говорит, мы должны сделать. Или наш патриотизм, наши какие-то высокие моральные стандарты нам говорят. Мы должны это сделать. Это долг. И обязанность это когда мы должны сделать что-то, потому что наша семья нам говорит, или наша работа нам так говорит, или общество. Общество это все люди. Что-то, что мы должны сделать. Давайте посмотрим примеры. Например, мы можем сказать, я врач, я доктор. Это мой долг помочь этому человеку. Это мой долг помочь этому человеку. Когда мы говорим, это мой долг помочь, значит, что мои моральные стандарты мне говорят, что я должен, я должна помочь. Это мой долг помочь. Но мы можем сказать, я врач, в мои обязанности входит помощь больным. Обязанностей часто это они, множественные. Я врач, в мои обязанности входит помощь больным. Или помогать больным – это моя обязанность. Здесь нет такого морального нюанса. Это значит, что вот в моём контракте с больницей или в моём контракте с пациентами написано, что я должен, должна помогать. Это моя обязанность. Другой пример мы можем сказать со словом обязанность. Почему вы мне не сказали об этом? Это ваша обязанность мне сказать, мне сообщить, то есть дать информацию. Например, ваш коллега, это его работа, если есть проблема, сказать нам. И он не сказал. И мы можем сказать, почему вы не сказали. Это ваша обязанность. Это ваша обязанность. То есть, когда человек плохо делает свою работу, мы скажем, это ваша обязанность. Или, например, я читала книгу недавно, очень интересную, про испанский грипп, про пандемию. И там была просто катастрофа. Не было медсестёр. Медсестра – это не врач, но она помогает врачу. Медсестра или медбрат. И тогда в газетах писали, что помочь вашей стране – это ваш долг. Помочь стране – это ваш долг. Это ваш долг работать в больнице, работать в госпитале. И здесь долг – это что-то моральное. Если вы это не делаете, вы плохой человек, аморальный человек. Обязанность – это что вы должны по работе. И долг – это моральный высокий стандарт. Ещё один пример. У меня, ну, например, он, мужчина, работает в школе. Он преподаватель русского языка. Учитель русского языка. И можно сказать, преподавать детям русский язык – это моя обязанность. То есть по контракту я должен. Но если мы говорим о детях, мы можем сказать, родить ребёнка – это ваш долг. То есть в контексте, например, когда мало детей в стране или в патриархальном таком режиме, можно сказать, что родить ребёнка – это долг женщины. То есть если женщина моральная, она должна родить ребёнка. Вот. У меня нет детей, и я не хочу детей. И я рада, что здесь, где я живу, никто не говорит, что это долг. Но потому что такой контекст. Если бы был другой контекст, может быть, я думала бы тоже, что это мой долг. Значит, обязанность – это по работе, в семье, общественные нормы, нормы страны, людей. И долг – это что-то очень моральное, патриотическое. Я надеюсь, что вы поняли. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, ваши примеры со словами – это мой долг, обязанность или оба слова. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вы поняли разницу между этими словами. Подписывайтесь и смотрите у меня на сайте упражнения на перевод, транскрипции. И, конечно, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. Вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. До скорого! Учить русский язык – это ваш долг и обязанность тоже. До скорого! Пока-пока!